всем привет ребят вы находитесь на канале android and windows полезные советы и сегодня мы с вами пройдемся по шпионам которые находятся в нашем с вами андроиде которые за нами присматривают но при этом об этом молчат и сейчас я говорю не а конкретно каких-либо приложениях а в принципе говорю о всех приложениях потому что у разработчика уже давным-давно снесло крышу и они просто для любых приложений там внук и в принципе даже не шучу как некоторые калькуляторы установлены из play market а требует разрешения к смс ком контактной книги камере телефона к мультимедиа фото и так далее то есть они требуют такие разрешения которые нафиг не нужны ну по-нормальному да для работы калькулятора на смартфоне ему не надо разрешения ну хорошо камере еще можно понять может там что-то распознает формула какие-то но зачем ему доступ к сообщениям их телефонной книги это абсолютно неприемлемо и сегодня мы с вами пройдемся так сказать по всему этому веселому списку посмотрим где нас в очередной раз немножечко надурили разработчики потому что когда мы с вами устанавливаем приложение там и подавно про половину разрешений не говорится все это прячется тихоится пишется за кучей символов мелким шрифтом и так далее и тому подобное ну и в общем в целом чтобы мы с вами об этом не узнали но и кроме того что это небезопасно что многие приложениями таки опасное разрешение так это еще и значительно тормозит наш смартфон и нагревает его потому что все они естественно используются эти функции фоновом режиме и тормозят ваш гаджет то есть у вас может быть ничего не запущено а смартфон лагает вот поэтому сейчас все отключим итак заходим с вами в настройки нашего смартфона пролистываю вниз и находим пункт приложения ребят его тут большими буквами написано разрешение переходим в разрешение и смотрите разрешение приложений но перед тем как мы перейдем разрешение приложений я бы вам советовал зайти в опыта в запуск фоновом режиме и посмотреть какие ребята имеют право это делать у меня все отключено кроме вот этого приложения edguard я им пользуюсь для того чтобы собственно говоря рекламы на смартфоне не было вот вам советую все отключить кроме вот таких вот очень важных приложений почему все очень просто потому что когда вы запретите приложением работать фоне они не смогут так сказать загружать ваш смартфон это первое следующее переходим в разрешение приложений и тут конечно ребят будет довольно трудоемкий процесс но давайте так заходим календарь то смотрите календарю имеет доступ ну календарь понятно джима google и ржд вот но это у меня да у вас может быть больше собственно говоря вы должны просмотреть каким приложением это нужно до требуется логически подумать хотели бы вы чтобы они получали доступ к этому а каким нет и вот например если мы не хотим чтобы ржд имела доступ к календарю мы нажимаем запретить вот если хотим разрешить то соответственно разрешить ну тут как бы все нормально обращаемся назад камера но тут уже все повеселее сейчас будет авито белая то есть зачем белая ну давайте до белая ну зачем доступ к камере я что что-то фотографирую когда пополняю счет своего мобильного телефона или что зачем там доступ к камере конечно же запретить вот ребят вот об этом я и говорю то есть они просят они не просят они втайне получают вот такие вот важные разрешения которые очень сильно тормозят наш смартфон и делают очень большую брешь в нашем смартфоне потому что есть и не дай бог приложение beeline взломают и вы представляете что они получат доступ к камере на вашем смартфоне чем это чревато но не чем хорошим да вот конечно да это мало вероятно но это всем нам так кажется когда происходит массовые сбои мы потом все не знаем что делать как отвязать наши банковские карты и так далее поэтому ребят проходимся очень внимательно и смотрим у каких приложений есть разрешение к камере непосредственно вот и ненужные отключаем типа как я уже сказал вот beeline был ярким примером далее все то же самое проделаем с микрофоном проделываем все то же самое с музыкой аудио и так далее и тому подобное ребят зачем это делать как я сказал вы хорошо обезопасите себя да вы потратите возможно 15 20 30 минут своего времени но в один раз хорошо настроите свой смартфон и он у вас будет фактически идеально работать до иногда потом выставить какие-то новые приложения давайте будем реалистами это происходит очень редко в основном мы все с вами покупая смартфон там в первый максимум месяц наставляем все необходимые нам приложухи и потом там крайне редко что-либо там иногда как-то добавляем на этом все заканчивается пишите свои комментарии до новых встреч